Магия Тайги Магия Тайги Магия Тайги Магия Тайги Магия Тайги Магия Тайги и никак у меня не получается с этим справиться В середине августа мы на этом судне с небольшой группой фотографов вышли из поселка Хатанга и направились вдоль реки Хатанге в сторону Ледовитого океана Практически через 200 километров всякая древесная растительность кончилась и мы следовали вдоль берега, заваленного плавником, который выносит сибирскими реками из таежной зоны А в период паводка весь этот плавник оседает на низменных берегах реки и на островах дельты самой реки Хатанге Проследовав первоначальный план экспедиции, предполагал, что мы достигнем полуоста залива Прончищевой который находится в 600 километрах от Хатанге буквально за один день Поскольку судно имеет скорость среднюю 40-50 километров в час то за 10-12 часов следования в случае хорошей погоды мы могли бы вполне достигнуть вот этого места и уже оттуда возвращаться через, обследуя острова моря Лаптевых со всей жизнью, живностью и обратно Но у нас, в общем-то, не получилось из-за постоянных поломок судна Значит, мы имели ограниченные возможности и следовали вдоль берега, в общем-то, в одном направлении в сторону залива и потом этой же дорогой вернулись обратно Ну вот здесь, как раз после одной из поломок нашего судна мы пытаемся затащить корабль наш на берег с тем, чтобы его отремонтировать Ну, попутно, соответственно, пытаемся греться костром в бочке из половника Дров там много Ну и после такого ремонта, который затянулся практически на весь день мы отправились дальше вдоль берега и посетили семью долган которые занимаются промыслами как раз уже фактически на морском заливе Там они занимаются промыслами рыбы Вот у них оказался небольшой подарок для нас, как для фотографов Это у них был прирученный детеныш овцебыков И, собственно говоря, этого овцебыка мы немножко поснимали и отправились дальше по нашему маршруту Вообще овцебык на Таймере появился в 70-х годах 20 века когда из Аляски были завезены несколько животных для размножения на Таймерский заповедник и вот до настоящего времени численность овцебыков достигает порядка 4,5 тысяч на Таймере и местные жители его там иногда добывают но на территории охранимой территории, конечно, охота там запрещена но местные жители на самом деле пользуются и все равно его добывают Ну это вот как раз рыба, которую заготовили это семейство долгал Проследовав дальше вдоль берега Таймера мы оказались на базе экспедиции Роснефти которые, в общем-то, помогли нам с очередным ремонтом судна и, пользуясь тем, что у них на базе была техника в виде вот этих трекулов мы, в общем, выезжали на этих автомобилях в Тундру для фотосъемки овцебыков а в зубыке при приближении какой-либо опасности они собираются в так называемые коры которая, в общем, помогает им выдерживать нападение хищников, волков по периферии вот этого построения стоят крупные животные, самцы а внутри располагаются самки-детеныши и вот в такой обороне они могут выжидать нападение хищников в течение нескольких суток ну и, соответственно, когда мы приблизились к стаду овцебыки построили в коре и позволили себе поснимать вот, в следующий день за нами увязалась от геологов небольшая собачка Лайка которая, в общем-то, сделала нам фактически съемочный день она тут же нашла в тундре одинокого овцебыка остановила его и начала его осаждать при этом овцебык на нас не обращал никакого внимания и все внимание у него было настроено на вот эту собаку за которой пытался на нее напасть и мы все это время его вокруг снимали для овцебыка собака это, в общем-то, прообраз хищника, волка который является его основным врагом ну и, соответственно, мы наблюдали такую картину как овцебык обороняется вот этой собаке собаке явно было весело и она ну, фактически там полдня провела с нами с этим овцебыком но при особой назойливости овцебык может напасть так же и на человека однако нападение овцебыка на фотографа в общем, у нас вот произошел сейчас, извините случай, как вот этот овцебык, отвлекшись от собаки бросился на фотографа и фактически добежал непосредственно до человека, который фотографировал там, до женщины с Дальнего Востока вот, и непосредственно перед ней он остановился и убежал в сторону ну, он убежал в сторону вот как раз вот эти кадры успели запечатлеть вот но все отделались, в общем, легким испугом каждый вечер на пунктах вставала огромная луна вот и позволяла фотографировать стадо овцебыков в начинающихся вот этих сумерках там в этот период еще продолжается полярный день и солнце только совсем ненадолго заходит за горизонт и в это же время выходит из-за горизонта большая луна но, соответственно, мы поспешили воспользоваться такой вот такой возможностью или поснимать овцебыков на фоне вот этой луны пребывание на геологической базе было для нас таким, в общем-то, подарком в плане возможности фотосъемки поскольку нам геологи охотно предоставляли там свою технику и мы ездили по окрестной тундре и занимались съемками всех ее обитателей это вот поморники которые гнездятся там буквально в окрестностях кулики-тулесы большое количество куропаток которые практически не боятся человека и позволяют подойти фактически вплотную вот здесь можно на этих кадрах видеть, как, в общем-то, это происходило то есть стая куропаток практически не боится человека и позволяет себя, в общем-то, охотно фотографировать и практически позирует животное ну и несмотря на пустынность вот этой открытой тундры жизнь там буквально кипит буквально стоит отойти на несколько сотен метров от построек геологической базы как ты оказываешься в мире в диких животных при этом животное для человека, для животного там достаточно редкое явление и животное, ни птица человека практически не боятся ну вот это полярные совы подросший птенец полярной совы который позволил там себе практически полотную снять очень эффектная птица когда подходишь к нему он распушает все свои перья и становится старается выглядеть как можно больше чтобы напугать врага а это вот родитель взрослый белый сова полярная наблюдает за нами было несколько попыток съемок с квадрокоптера основная была попытка попытаться запечатлеть овцебыков в тундре но, к сожалению, овцебыки реагировали на квадрокоптера квадрокоптер очень своеобразная ну и в общем у нас из этой попытки ничего не получилось ну и завершив ремонт судна мы продолжили свое путешествие вдоль побережья Таймера вот и дальше мы уже проследовали на охраняемую территорию ФГБУ заповедники Таймера это территория Таймерского государственного заповедника вот которая ну один из участков Таймерского заповедника который включает в себя восточную часть гор Бранка и непосредственно там залив морей Порошищевой ну здесь у нас очередная поломка судна вот и по пути мы заправились на топливо топливо которое было предварительно завезено туда ну и процесс во время процесса заправки перекачки топлива там соответственно занимались съемками различных рачков и таких вот интересных объектов на берегу вот на берег каменистый встречается большое количество камней сердолика которые на общем сером фоне галечника выглядят очень как янтарь наверное за нами наблюдают представители местной арнетофауны это восточная клуша еще проследовав дальше в сторону залива Пронщищево мы посетили первое лежбище моржей это лаптинский лаптевский подвид моржа всего три подвида моржа существуют это тихоокеанский атлантический и лаптевский лаптевский является самым редким подвидом моржа общая численность там их достигает около полутора двух тысяч по предварительным оценкам основное лежбище как раз находится в бухте Марии Пронщищевой и на мысе Цветковой соответственно на бухте на мысе Цветковой было встречено самое большое лежбище где находилось около сотни вот этих интересных животных которые просто спали на берегу при нашем приближении молодые успе значит бросились в воду старые более опытные практически не обращали на нас никакого внимания позволяли проводить фотосъемку вот при этом молодые маржи практически подплывали к нам вплотную было видно что они в общем-то сами боятся каких-то резких движений которые мы делали вот ну между тем мы несколько часов провели на этом лезу на режбище проводя вот эту съемку фотосъемку мелководность моря ламтевых и обширные прибрежные отмели привлекают сюда моржей поскольку именно вот эти места являются местами их кормежки ныряя под воду они вот своими вот этими пивнями взрыхляют дон ил и питаются практически ракушками там какими-то донной живностью у моржа в природе практически нет естественных врагов за исключением косаток в море и белый медведь который может только напасть на каких-то больных особей моржей или испугав все стадо межбище попытается вынудить животных задавить кого-то своим грузным телом старые особи моржей выглядят своеобразно они красноватого имеют красный цвет кожи вот из-за того что они с них практически полностью сходят шерсть которая их покрывает то есть какие-то молодые взрослые особи можно видеть они покрыты такой густой бурой шерстью вот так старости они все линяют и приобретают такой розоватый окрас здесь можно видеть как раз присутствие належбища вот такого старого самца бивни для моржей не только орудие добывания пищи это еще орудие обороны они бивнями очень успешно обороняются от белого медведя ну и размер бивни это показатель статусности животного то есть чем больше и длиннее бивни тем животное в стадии занимает более главное положение выше по рангу вот но вот здесь нам повезло что во время посещения лежбища уже в бухте морей прочищевой мы стали свидетелем довольно уникального явления для явления природы это так называемая арктическая радуга то есть в отсутствии дождя в небе можно видеть вот такое образование подобное радуги вот единственное что оно по цвету не радужное а только в большей степени серебристое в заливе прочищевой встретилось уже небольшое стадо моржей там порядка 30 животных присутствовало которые также позволили себя поснимать но на самом деле очень удивительные ощущения там получаешь когда присутствуешь в таких местах где жизнь буквально тебя окружает и животные дикие животные которые можно видеть только где-то в зоопарках они вот они лежат на лежбище можно ходить вокруг них можно видеть всю суровость вот этого края вот этот морж потерял свой пивень в борьбе с медведем здесь же мы нашли рядом с лежбищем убитого моржа это вот как раз лужа крови который оставил белый медведь который убил фактически моржа но наверняка это было какое-то небольшое животное судя по тем останкам которые были здесь же как собачки мелкие бегали бегал выводок песцов причем не видно что же песцы попадали под тяжелую лапу медведя поскольку там нашли одного мертвого песца ну и конечно долгие часы провели вместе вот с этими животными на лежбище пытаясь их всесторонне запечатлеть на фотокамеру вот ну вот это как раз вот эта арктическая радуга которая как орнаментом стал стал вот этого лежбище но повторю что это самый редкий подвид моржа который существует этот лаптевский морж ну и вот песцы которые бегали вокруг вот этого лежбище ну собственно говоря они питались особенно